Здравствуйте! С появлением и популяризацией статинов борьба с высоким уровнем холестерина вышла на совершенно новый уровень. Однако существуют натуральные средства, которые действуют не менее эффективно, чем медикаменты, защищая человека от заболеваний сердца и сосудов. К таким продуктам можно отнести овсяные хлопья. Овес в большом количестве содержит растительные волокна, являющиеся источником бета-глюканов. Это особая разновидность растворимого волокна, которая может связываться с холестерином в крови. В результате это приводит к снижению уровня плохого холестерина. К природным статинам можно отнести и чеснок. Этот натуральный продукт богат серосодержащими антиоксидантами и оказывает значительное влияние на процесс регулирования уровня холестерина в крови. Чеснок не только уменьшает содержание плохого холестерина, но и способствует повышению уровня хорошего холестерина. Как показали результаты исследования, чтобы добиться такого эффекта, чеснок нужно употреблять регулярно. Кукурузное и соевое масло. Утверждается, что растительное масло, произведенное из сои и кукурузы, содержит особые вещества растительного происхождения – стиролы и фитостиролы. Они эффективно препятствуют всасыванию холестерина организмам человека. Более того, эти растительные компоненты также усиливают эффект от приема статинов, которые врачи прописывают своим пациентам для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коричневый рис. Этот тип риса отличается тем, что не проходит полную обработку, а это значит, в нем остается большое количество отрубей. Это делает коричневый рис богатым источником, ценных для организма человека витаминов, минералов, а также растительных волокон. Ну а куркума обладает не только отхаркивающими свойствами, умением заживлять раны и много еще чем, но также куркума эффективно защищает сердце, благодаря тому, что снижает уровень плохого холестерина в крови. Всем известные баклажаны содержат особое вещество, известное как хлорогеновая кислота, которая является одним из самых мощных антиоксидантов. Хлорогеновая кислота эффективно противодействует увеличению уровня холестерина в крови, и это значит, что регулярное употребление баклажанов защищает человека от данной неприятности. Зеленый чай тоже обладает мощным антиоксидантным свойством и эффективно снижает уровень плохого холестерина. К сожалению, далеко не каждый любит и ест артишоки, хотя листья этого растения содержат цинарин, который обладает способностью увеличивать количество желчи в печени, а это приводит к тому, что плохой холестерин быстрее выводится из организма и не успевает откладываться на стенках сосудов. Субтитры сделал DimaTorzok